В детстве он был фантазером и обманщиком, а повзрослев, сделался философом и чудаком. Просвещение вредно, а сама культура – ложь и преступление, говорил он и упивался своей парадоксальностью. Немало упивался ею и французский свет, и он же называл его современным Иеремией. Жан-Жак Руссо – гонимый и почитаемый, слабый и гениальный. Он писал даже оперы, и хотя они чаще проваливались, Ари из них любил напевать Людовик XV. Вольтер осуждал его в низвержении христианства. Его роман «Эмиль» считался образчиком религиозного вольдодумства. И все же, его слова о христианстве как раз образчик глубочайшего проникновения и любви к Богу. Признаюсь, величие Священного Писания исполняет меня изумлением, как ничтожные философские сочинения, несмотря на весь их блеск, в сравнении со Священным Писанием. «Может ли какое-нибудь другое сочинение в столь короткое время так возвыситься, будучи произведением обыкновенного человека? Возможно ли, чтобы тот, о котором рассказывают священные книги, был не более как простой человек? Какая прелесть, какая чистота в его существе, сколько пленительной доброты в его учении! Какая высота в его правилах! Где найти человека-мудреца, который бы мог так действовать, страдать и умереть, не выказав слабости и тщеславия? Да, если Сократ жил и умер как философ, то Иисус Христос жил и умер как Бог.